Всем доброго времени суток, друзья! Вы готовы со мной вместе терпеть боль, страдания и унижения? Если ваш ответ положительный, то предлагаю вашему просмотру прохождение замечательнейшей игрушки Disciples 2 за горные кланы. А я не знаю, может это я их не умею готовить, но это у меня прохождение за эту расу именно только вот к таким ассоциациям, как боль, страдания и унижения, и приводит. Картинка замечательная. Потому как горные кланы, конечно же, без инициативны. А пожалуй эту картинку я ставим. Так, ну за кого же играть? Мы прошли. И за полководца, и за мага, и за правителя. За мага, в принципе, более-менее, мне кажется, было бы неплохо, но я не вижу, честно говоря, нормального пака, которого можно построить с магом у горных кланов. Наверное, возьмем полководца. Ну и в путь. Первая серия будет называться «Потерянные руны». Десять лет прошло с тех пор, как запечатали ворота преисподней. Из двенадцати кланов после Великих войн выжили только семь, и многие страшились прихода гнусных орд нежитей. Когда погиб Стурмир Громобой, выжившие кланы избрали верховным королем повелителя туч. Стурмир правил много десятков лет, и скорбь от его потери поселилась в сердцах людей всех кланов. Смелым воином был Морок, но не мог добиться согласия между кланами, и некоторые из них, спасаясь от Расприи, ушли высоко в горы. Бог гномов Вотан подарил своим последователям двенадцать родовых рун, чтобы защитить их расу. До первых Великих войн у каждого клана хранилась одна руна. Теперь же пять кланов исчезли, и их руны были утрачены. Морок приказал своим людям отыскать потерянные руны среди развалин городов, принадлежавших сгинувшим кланам. Цель. Найдите три руны в развалинах Спрингфроста, Крэгвэлла и Скаймана. О, семьдесят пять доход маны. Странно. У всех наших героев имя одно и то же, какой бы Раси они не принадлежали. Морок, говорит наш повелитель, так сказать. От вас зависит, найдем ли мы кланы, пропавшие во время первых войн великих. Кланы Спрингфроста, Крэгвэлл и Скайман расположены ближе всего. Разыщите в развалинах их некогда великих городов руны и верните их мне. Так, так, так. О, друзья, начинаем наши мучения. Не умею я играть за гномов, не умею я готовить этих полуросликов. Так, да, выше второго уровня развиваться нельзя. И вот почему. Видите что, инициатива сорок, сорок инициатива. Вот вам лучник, лучника инициатива сорок. Это, это вообще отстой. Вот великан, здоровый. У него инициатива вообще тридцать. И что со всем этим делать, я не знаю. Так, великан, наверное, здесь нам пока не нужен. Или нужен. Наверное, пока не время для великанов. Вот такая вот есть травница. Это воин поддержки. Она увеличивает силу воина на 25%. В самом начале боя на один ход. Когда улучшится, будет увеличивать до 50%. Но, пока, наверное, не стоит. Это слишком мало. Возьмем гнома. Возьмем, наверное, еще одного метателя топоров. Пока, наверное, так. Видите, у всех много здоровья. 225, вот скажем, у героя. И бьет он 60. Для сравнения, там, у других рас у героя 150 здоровья. Бьет он 50. Или вот воин первого уровня, да. 120 должно быть здоровья, а у него уже 150. И повреждения 30, а не 25. Улучшение, кстати... Ну, у него здоровье 65, а должно быть, по-моему, 45. Да, 45 вроде. Опять-таки, у всех увеличено здоровье. Чуть-чуть атака, но, блин, это ничего не дает. Вот, если у тебя инициатива 40, ничего это не дает. Кроме боли и страданий, как я уже говорил. И никак же ее не увеличишь, понимаете, в чем дело. Даже если найдете супер-пупер знамя, самое лучшее на инициативу, плюс 20%, то 40 плюс 20% это будет 48. Один хрен, все будут с нормальной инициативой, у которых 50. Ходить вперед тебя. А тут еще, как назло, друзья, нам поставили супер-инициативу. Как вам это нравится? Это мне никак не нравится. Так. Ну, С-очка, понятно, мы находимся в центре. Нафиг надо бы. Ладно. Тут вроде крестьяне. Закланы! Закланы! По крайней мере, мы вперед крестьян ходим. И на этом спасибо. Вот такие вот уроны получаем. И они фиг вылечатся. Ну и, кстати, у гномов, конечно же, все воины ходят с пешочком. Калаварис, это вообще от адских. Закланы! Ох, ты молодец! Ну, давай, только не промашь. Отлично. Ну, вот так вот, друзья. Вот таких вот малахов затащили. Еле-еле. И в итоге, вот такая у нас армия. Ну, 20% регенерация что-то нам даст. Но вы сами понимаете. Кстати, здесь есть рынок. Ну, хрена нам там сейчас делать. Надо сначала тут что-нибудь пособирать. Ну, тут сокровища я вижу. Головорез и лучник. Вот сокровища. Всюду разбойники. Ужас, ужас. Ладно, переход хода. Угу. Проклятые нам здесь противостоят на этой карте. Не надейся, что ваши боги защитят тебя от вечного проклятия. Так, ну, чуть-чуть подтянули здоровье герою. А вот гном, конечно же... Гном, конечно же, того. Головорез будет бить гнома. Вот что вообще с этим делать? Разбойник, разбойник. Куча разбойников. Разбойник и головорез. Это ужас какой-то. Лучник-головорез. 82. Слишком мало. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Так, головорез 35. И я 20. 55. И еще удар. 35, 20. Короче, он сдохнет. Наверное. Так, ладно. Строим. Кому мы строим улучшалку? Или пока подождать не строить улучшалку? Да, 130 надо гномам опыта. Вот это, видите, тоже дохрена. И метателем топором. Метателем топоров 100. Здесь 225, по-моему, стандартно. Нет, давайте лучше на храм пособираем. Так, ну попробуем. Не знаю. 38. Яд. Так. Ну давай, родной. Не подведи. Яд. 24. Ну, лучник к нему стрельнет. Понимаете? Вообще не знаю, что делать, короче. Его лучник убьет. Его убьет лучник. И этому нельзя помешать никак. Да. Вот такие расклады. Что вы от нас тут прятали? Эликсир защиты. Ну, может быть. Ох, 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 ох. Так, что у нас тут по экономике? Деньга идет, манна идет. Ну, и на этом спасибо. Мой лорд, как же руны потерялись? Не прогневим ли мы? Вот она, таким обращением с его подарками. После великих войн многое было утеряно. Целые города сгорели до тла, и многие кланы погибли. Тогда мы никак не могли защитить руны. Но сейчас нам нужно показать свою силу. Да, показал ты свою силу уже в прошлой битве. Так, строится. И нам не хватит денег на воскрешение, да? Так, храм за 300. А, за полтос. Ну, ладно. Так, что погнали, наверное, за этим сокровищем сходим. Может, его можно будет отдать на продажу? Вообще, конечно, жуть. Ну, я этого и ожидал. Тут, как бы, ничего не поделаешь с этим. Ну, выбей 30. Да, конечно. Да, гномик, конечно, совсем жутко страдает от всего этого. Ну, что еще с этим можно поделать? Тут после каждой битвы хоть заходи и лечись. Регенерация, конечно, вообще не спасает 20%. Вообще никак. Так, 150, да? Ну, хотя бы построить... Топорщиков. Ну, выбей 65. Да, конечно. По минимуму. Ну, герой еще ладно. У него, как бы, 225 здоровья. Он отрегенивает обратно более-менее. Ты... О, тут уже посерьезней будет. Копейщик 50. Лучник-ополченец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо магию построить. И выучить исцеление хотя бы. Три разбойника, друзья. Ну, можно попытаться, конечно. Так. Так, 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 так. 32. Никак мы не можем забрать двух разбойников за ход. Что, конечно, омерзительно. Эй! Ну, то не совсем мало дают опыта. А столько с них проблем вообще, конечно. Так. 300 золотых у нас. Поэтому мы построим стрельбище. Вот такие у нас там пассажиры. По 40. Ну, и инициатива, конечно же. Инициатива для лучника 40. Это... Это в голове не укладывается. Эликсир исцеления. Ну, похоже, что его и надо применять, собственно говоря. Так, здесь какой-то городок. Городок нам нужен, чтобы лечиться там. Ну, здесь копейщик. Это опасно. Я не знаю, честно говоря. Может, продолжить убивать пока... Не, ну, город нам нужен. Если что, банку мы выпьем, да? И потом, если что, в городе полечимся. Или даже воскресимся. Еще не показано, кто там в этом городе. Так, 250. Можем, в принципе, построить и пивоварню, друзья. Потому что... Ну, гнома без пива, это, конечно... Это... Такое не существует в природе. Гном, если пиво не попьет, он в атаку не идет. Так. Опачки. Ха-ха-ха. Так, 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 так. Вот это интересно. Вот это уже очень интересно. Так, где наше исцеление? Хотя бы вот эта магия есть у гномов. И на том спасибо. Придется, наверное, сейчас же зловиков до воров убивать какое-то время. Проклятые так быстро уже нарисовались. Ну, напомню, что уровень сложности невозможный. Самый максимальный. Поэтому у компьютера денег, как у дураков-фантиков. Че это оно улетело, а? Че это оно улетело? Ну, хоть исцелились полностью. И то хорошо. Ну, все нас бьют. Никого мы не можем ударить. Вперед. Так, ну, ты чуть-чуть отойдешь, и прилетит эта тварь. Вот что делать? Сходить на головореза? Головорез сверху, да? Ну, нормально. Ну, сходим на головореза. Тут дальше два головореза. Ладно бы за них опыта давали нормально, да? Так, 200. Можем еще воров, наверное, построить. Крайней мере, мы уже отстроили все, что надо. И на том, как бы, спасибо. Ну, давай. Посмотрим. К чему это все дело приведет. 46. Ну, надо его убивать, конечно. Выбей. Молодец. Хотя бы ты это смог сделать. Так, ну, двух. Я уж не знаю, что делать. Двух. Всех отравят. Но хранят сокровища они. Эх, что, попробуем, не знаю. За сокровищем. Закланы! Да, больно, 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 больно. Очень больно, очень неприятно. Так, давайте среднего бить. Отлично. Да епона мать! 34. Урон 35. Просто потрясающе вообще. Твою дивизию. Как так можно было? Сейчас все тут подохнем. Так, ну, уже не выбиваем 110, короче. Поздравляю вас с этим событием. А, он теперь от яда сдохнет. Это пипец какой-то, друзья. Да еп... Да еп... Блядь, у меня нет слов вообще. Просто нет слов. 25 единиц робота. Как вам такое? Я в шоке вообще. Я просто в шоке. А, ну хоть артефакт какой-то нашли. Ааа, чеколнуться вообще. Не, ну если бы не промах еще, блин бы. Так, я не знаю, что. Воров может отправить на разведку. Хотя бы парочку воров нанять. Ладно, воскресимся. Вылечимся, а там посмотрим. Это кошмар. Это кошмар. 200 героя стоит воскресить. Ну да. А мы все потратили. Какие воры, о чем вы говорите? Так, ну одевай хоть, блин, артефакт. На 10 больше повреждений. Да. Давайте сюда сходим. Отсюда же зловик вылетел. Глянем, что здесь. Зачем? Нужный, блин. Не знаю, что делать с этим всем. О, там уже герой замки захватывает. Я думаю, он уже второго уровня. Ну, по любым. Если мы его встретим, он нас порвет. Супер. Красота. Так, 110. Бабара-бара-бара-бам-барам-бабам. 50. Так, это 80 только будет. Опять тут кто-нибудь сдохнет. Блин, ну. Все, я буду молчать, чтобы не матюкаться. Блин, гном так никогда не разовьется. Ну, только не герой. Нет, конечно же герой. Твою дивизию. Почему должен был герой вперед походить? Ладно, хотя бы арбалетчики у нас. Хотя бы арбалетчики. Эй! Хрена, он летает. Ну, в арабы надо, конечно, запустить, глянуть, кто он такой. Денег нет. Маны нет. Ну, стандартная ситуация. Все два опыта у гнома. Красота. Красота. Но не стал трогать копейщика. Все-таки, значит... Ну, хотя он может и перестраховываться. Попробуем взять замок, который он там оставил. Вряд ли он там какую-нибудь хорошую охрану нанял. Мне так кажется. 65. Может, еще что-нибудь выучим. Так. Небольшую участок карты открывает. Ледяной столб повреждения. 30. Инициатива на 15%. Ну, видите, друзья, 15%. Ни о чем. То есть... Вместо 40 будет 46. Это ничего не дает. Просто ничего. Щит. Сила Витара. Буран. Призыв. Птицы. Мух. Знаете, наверное, ледяной столб. Мне кажется, сейчас наиболее эффективным. На первых уровнях повреждения. 30 это, считай, больше половины у задних рядов мы у противника снимем очков здоровья. Лишь бы он сейчас на меня не напал. Вот это будет, конечно, тогда вообще. Нет. Не напал. Так. Сейчас мы убьем жезловика. По-моему, сейчас жезловиков самое лучшее убивать. Самое безопасное. И неплохой опыт с них идет. Ну вот, 18. А за этих мерзких головорезов, которые травили... Поскольку давали там по 9... Вот уже что-то. Так, 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 так. Так. Словно просится сам мне... Под мой гномий меч. Это ты можешь. Так. Засылаем шпиона. Так. Одержимый, одержимый. Темный колдун. Казуэль. Непонятно, какого уровня герой. Мне кажется, что второго, поскольку... Одержимые... Получили свой опыт. Хотя, ну, может быть, и первого. Так, ну что, жахнуть его 30. И попробовать напасть. Золотой. Понял, да? Чего? Чего он мне там рассказывает? Наверняка что-то интересное. Ай, темный колдун в 7.30. Вот это жёстко. Но мы его можем снять. У нас задняя линия неплохая. Ну ладно, готовим операцию. Я думаю, более удобного случая нам не представится. Ледяной столб. Лови. Можем, наверное, ещё и с первого уровня что-нибудь выучить, чтобы уж наверняка... А, там 200 изучения, 100 наложения. Так что смысла нет. Ну, чё? Пробуем? Пробуем. Так. С первого уровня он раз 44 выбил. Все вперёд нас ходят. Это факт неоспоримый. Да. Сорокет. Так. Угу, 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 угу. Ну, понеслась. Умничка. А, ну один лукарь умрёт у нас. От выстрела героя, к сожалению. Ладно. Жёстко, жёстко нарезают, твари. Герой наш красавчик. Так. Ну, мы его тащим. Но гном, по-моему, да? Того? Нет, даже гном не того. Отлично. В этот раз лукарь спас ситуацию. 52. Эт, я понимаю. О! Даже кое-чё тут. Вау! Знамя защиты. Книга земли. Ну, книга земли на продажу. Так, друзья. Эт, я понимаю. Зелья потратим? Или... Так, мы сюда доходим? Мы сюда не доходим. Наверное, потратим зелья. Так, кинем исцеление. Ну и пойдём в эту сторону. Неплохо мы поймали героя. 122. Скоро получим уровень гномикам. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Смешной какой вор. У людей воры такие злые были. Не трогай меня. Так, ещё один герой. Твою дивизию. Так, давайте попробуем гномам тут что-нибудь сделать. Отравить, допустим, армию. Так, а кто у них? Копейщик у них, скорее всего, герой. Так что на дуэль его, наверное, не будем вызывать. Так, вот мы их отравили. Уже, наверное, получше будет. Так, состояние у нас какое? 53, да? Ну, мы, коря, прежде снимем, чем он нам навесёт. 53. Поэтому я думаю... Вот это вот, конечно, пипец жесть. Вот это жесть, друзья. Так. 41. У нас же один лукарь не ходил, да? 25. Становись в защиту. Лукарь, убивай его. Вдруг повезёт, и он выживет. Нет! Скотина, ты же 25 бьёшь. Как ты пробил через защиту? Паразит. Бедный гном, он никогда не получит уровень. Это безнадёжно. Сдавайтесь. Маны нет. Ну и же я отравил, и всё. Ну что мне ещё с тобой сделать? Боль и страдания, друзья. Боль и страдания. Чёрт и одержимый. Ну на. Давай, тебе вниз. Закланы! Закланы! Давайте черта разберём. Хотя бы чёрт уже после нас ходит. И на том спасибо. Да, мы его не убьём. О, отлично! Конечно же. Промахи. То, что надо. Эй, ты промах! Все промахивались, друзья. Так и будем играть. Ну давай, гномик, давай. Ну слава богу. Примного благодарим, что навели порядок у нас в городе. Может, теперь мы заживём в мире. Вельможа по имени Юбер де Лоли решил на всякой связи с империей, принудив принять его греховный закон. Мы не могли призвать императора на помощь. Ну и кто вам виноват? Два копейщика. Так, отдыхайте, лечитесь, друзья. Нас ждут великие дела. Так, тут ещё один городок, да? О, это чё, ассасин, что ли? Да, мы как раз сейчас готовы убивать ассасинов. Вот прям вообще. Так, а мне, наверное, нужен жезловик, друзья. Пойдём на разведку. Так, жезловику дадим, наверное, вот эту девочку, чтобы деньги не терять на всякие глупости. Может же где-нибудь здесь ещё ресурсы будут, правильно? Чё мы вообще время теряем? Мы их воткнём. Я слышал. А основной мне, конечно, мана нужна. Чё он хотел с ними сделать? И зачем? Так, вот этого героя тоже бы, конечно, впоймать не мешало бы. Что там ещё? Так, опа! Ну это, правда, мана жизни. Ну и хрен с ней. Пусть будет. Может, где найдём этот... Лавочку с заглянаниями. Ты жив, здоров? Ну почти. Так, два пикещика. А, он на дуэль вызывал героя. Понятно. Не, мы будем действовать осмотрительнее. Травим. И ещё травим. Вот так вот мы, пожалуй, справимся. Хотя всё равно твари, да? А почему они бьют героя? А вот не знаю почему. А, ну первый ударил. Странно. Хотя у гнома 200 здоровья. Лады. Так. Гном бьёт 55. Значит, ты должен убить этого пикещика. Мы, значит, накидываемся на этого. Давай, гномик. Вот один хрен. Трави, не трави. Хоть что-то делай, всё равно. Поскольку бьют первыми, вот... Вот такая вот получается ситуация. Да, это ассасин. Ассасин. Будет, если мы на него нападём. Что-то я как-то некорректно выражаюсь. В этой серии пару раз, да, друзья? Но чё так... Я занят. Напрягает меня эта обстановка. Но, с другой стороны, за него опыта дадут нормально. А он никого не убьёт. Если на него всеми накинуться... Только героя придётся подлечить. Придётся подлечить героя. Ладно, посиди здесь. Так. Я занят. Что там ещё? Нам надо ещё здесь будет нанять жезловика. Наша родная мана тут находится. И вот этот вот чувак летит. Вау! Два тёмных колдуна. И берсеркер. Охо-хо-хо-хо. Чё-нибудь выучить? Да нет, маны мало. Я слышу. Охо-хо-хо-хо. Ну давайте. Его тоже надо будет ловить. Каким-то образом. Пока не представляю каким. Так, сюда мы не разрастёмся, да? Так, здесь у нас... Так, давайте проверим, во-первых... Доходим мы до ассасина или нет. Доходим. Тогда. Да. Это я могу. Какой процент отравления ассасина? 40 процентов. Не хочется терять. Не, не будем. Не будем этого делать. Отойдём в сторону. Думаю, и так мы должны справиться. Давай, ассасин. Да и даже не отравил. Ну накинулись. Ребята, накинулись, я сказал, мать вашу. А вы что делаете? Гномик, гномик, давай. Умничка. А-а-а, 38 и уровень героя. Так, у нас, по-моему, было ускорение, но, по-моему, это третий уровень, да? Здесь ускорения нет никакого. Есть отхождение по лесу, там, мореплавание, ну... Туфта это всё. Так, дружок, давай-ка, чё тут, проверь тут чё, как. М-м-м-м. Ах, надо же жезловика ещё нанимать, а денег пока нет. Но он здесь ничего не будет тыкать, ему смысла нет, территория так его. Я слышно. Ты занят. Ну ладно, раз ты занят, не будем тебя отвлекать. Простите, великодушно. Надо же жезловика убивать. Хороший с него опыт дадут. Так, тайное знание. А, у нас же надо знаменосец. У нас есть знамечка на защиту. Мелочь, конечно. Мелочь, но приятно. На 10%. Ну, хоть что-то. Ну, 10 ни о чём. Но если 20 взять, уже что-то будет с чем-то. Так, ого! Орк Балагур и обычный орк. Однако, я бы лучше, конечно, жезловика бы догнал. Крестьяне, 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 опольченец. Ну, можно, наверное, замок взять. Попробуем, по крайней мере. Попробуем, по крайней мере. Так, крестьяне уже опыт, кстати, получили. Ну, им много не надо, 35 всего. А мы их не будем пробивать-то сквозь броньку. Не будем. Ну, блин. Ну что, на точность, наверное, надо будет знамя искать. Красавчик. Умничка. Не пробил. Жаль. А этого пробил. Ну так. 14. О, мы разрослись на нашу ману. Благодарим, что спасли наш город. Злобный дворянчик наслал на нас свое войско, и чтобы мы признали его сеньором. Он выгреб все, что ему было нужно для продолжения войны. Так, вот сейчас он полетит сюда, и мы его будем ловить. Ловить его будем. Давай, на разведку дуй. Гоблины, шмоблины, шмоблины, шмоблины. Так, тут уже почти конец карты, и здесь тоже полный вперед. Так, надеюсь, гоблины не нападут, если мы так близко остановимся. Давайте лучше подальше. Полный вперед, как говорил капитан Смоль. Так, тогда же зловика пока не будем нанимать. Пока у нас тут все нормуль. А, хотя, блин, они растут. Короче, этот ресурс нам принадлежит совместно с проклятыми. Когда его ход, он идет им. Ух ты, красиво как. О, бабло! И цель миссии, ну одна из целей. Это мы удачно зашли. Так, дружок, лечимся. Так. Куда же жезловик улетел? Я так хотел его. Я так хотел тебя, жезловик. А, здесь можно пройти, кстати. Ну что? Вперед. На орка Балагура. Как вы думаете, друзья? А вот еще одна цель миссии. Так, 55%. О-о-о! Зараза. Вот тебе и хэ. Так, давайте, наверное, защиту возьмем. Итого у нас вместе со знаменем будут уже 20 защиты. Да, мне кажется, неплохо. Что, жахнуть их по 30? Или смысла нет? Наверное, смысла нет. Там по 30 Балагуру. Ну, блин, давайте. Ну, опасно, конечно. Ой-ой-ой. Ой, бедняжка. Да, он сдохнет, конечно. Так, вопрос, бить или не бить? Да, надо бить. Что тут это? То иначе мы тут все сдохнем. Да, чуть-чуть не хватило. Для полного счастья. Да ладно. Может, еще и получится, что? Блин. А, 61. Нет, правильно. Что, не ушел в защиту? Ай-яй-яй. Нет, все-таки убили, зараза. Бедный гномик. Сколько раз он умирал и воскрешал сам. 81. Вот это да. Это я понимаю. Так, а зелий нас, конечно же, нет. По ентому обратно пойдем мы сейчас. Так. Ну, ладно. Вот он, вот он, вот он же, зловик. Нельзя его будут упускать. Так, теперь ты будешь сколько стоить? 200? 200. Мы его не догоняем, к сожалению. Ладно, тогда сядь в городе, посиди. Что там еще? Ой, а втыкать-то нечем. Ну, ладно. Подождем. Подождем. Надо будет всех забрать. Нас не торопят. Поэтому мы всех убьем на этой карте. Получим максимально третий уровень. И надо будет все руины и все сундуки собрать опять-таки. Вражеский герой усердно качается. Ой, еще один вражеский герой. Это будет жестко. Я боюсь. Так, опять свалила это куда-то овца. Ну что, попробуем лучника взять. Там, правда, один орк. Что не есть хорошо. Ну, думаю, должны справиться мы здесь. Более-менее. Без потерь. Но, опять-таки, дурацкая инициатива. Как она меня-то стала. Эй, ну, ё-моё. Тык, давай. Нет, не хочет. Жгад, как рубит. Больно. О, мы теперь наносим 7,7 в базе. Ну, с артефактом, имеется в виду. 29. Ну, глянем, что здесь. Ага. Куда он погнал? Он сейчас, наверное, нашего жезловика хочет убить. 250, тем временем, у нас доход. Так, эликсир всевышнего. Ну, чё? Неа. Так и будем в кошки-мышки с ним играть. Да, вот их бы, конечно, бы... Как-нибудь поймать нам бы. По-любому они сейчас будут охотиться за нашим жезловиком. И, конечно же, легко его впоймают. Потому что хрена его тут ловить. Они летающие, он еле ходит. Что ж там ещё? Ну да. А я чё говорил? Так. Первый уровень у героя, правда. Но остальное тут всё ого-го. Ну, дадим им бой. А чё тут, смысл сваливать. Герой получит уровень на нас. Вообще супер. Блин, ну два мага, это, конечно, жесть. Два мага, это жесть. Надо их ловить, друзья. Иначе бед не оберёшься. Ох ты, балакур. Так, 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 так. Или пока взять, попробовать цель, чтобы потом не распыляться. Не растекаться по древу, так сказать. Да, тенера пока на цель сходим. Так, вот мне бы вора бы опять-таки пригодился бы. Здесь орк. Куча гублинов. О, тут что-то они воткнули зачем-то. Мне такое надо, мне такое не надо. Поэтому ещё и нанимаем старейшину. Старейшина ходит дальше всех. Ага, бабосики. И муми-троль. Неплохо, неплохо. Сейчас они же зловика пошлют, конечно, на север. Это факт. Ну, а я чё говорил? Так. Доставай. Ха-ха-ха, думаете вас здесь ждут? Ну уж нет. Да и ладно, доставай. Так, вора. Кто тут-то у нас? Ага. О, блин. Балагур. Лучник. Травануть. А, мне. Мы, наверное, не сможем ничего с этим сделать. Да больше. Больше ничего мы с этим не сможем сделать. Даже зловик. Как его остановить? Он уже следующий ход воткнёт. Полный порядок. Полный П. А у нас вызовы какие-нибудь есть? У нас нет. А, мух. Ну, мух жезловика, я не знаю, остановит или нет. Не уверен, честно говоря. Что остановит? Смотря с кем ещё жезловик. О-о-о-о. Боюсь, что не остановит. Ну, пытаться надо. Так, ну чё. Надо пытаться, наверное. Балагур внизу. Герой внизу. Щит. Щит, щит. И погнали. Так. Ну, Балагура будем тут мутузить. 66. Умничка. Умничка. Ну, ещё и неплохо получилось, на удивление. Так, одну руну мы нашли. Сто золота. Видите, герб над входом. Ну, тот, что с медведем. Клан Крэгвиллов некогда был очень влиятельным. Его войны наводили страх и ужас на всех. Но он-то и принял первый удар во время войны. Был побеждён. Нежить знала, кого нужно уничтожить. Руна исцеления Фрэги. Мы нашли её. Руна исцеления Фрэги снова у нас. Морок. И вот он. Будут довольны. Кто отнесёт её в столицу к владеющим знаниям? Кто-нибудь, да, отнесёт. Я занят. Ладно. Прохладно. Да хорош. Свалили. Нет у нас вора, друзья. Ё-моё. И нет у нас жезловика. Вот это по красоте, конечно, вообще. А? Это по красоте. Так. Эту тварь надо остановить. В любом случае. Это я могу. Дуэль. Ай-яй-яй-яй. Да чтоб тебя... Это я могу. Дуэль, говорю. И теперь тридцатничек. Или мух. Тридцатничек или мух. Нет. Тридцатничек. Где у нас ледяной столб? Всё. Теперь иди в свою столицу и долго и нудно там лечись. Заватана. Так. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Не очень ты себя чувствуешь. А убивать надо, между прочим. Так. Орк. Гопник. А. Ну нормально. Должны взять. Закланы. Так. Тут у нас все прокачаны и перекачаны твоя дивизия. Ладно. Давайте с толстого начнём. Засранец. Ну хоть кого-то мы опередили. Так-так-так-так-так. Это чё-то мне вообще уже не нравится. А-а-а. Лошара. Так. Ну надо бить. Блин. Дожились гоблины вперёд нас уже ходят, а? Ну это же офигеть просто. Ну чё? Мы метроля берём. По идее должны. Опыт хороший. Т.д. и т.п. Закланы. А-а-а. Надо его разматывать. Как можно скорее. А мы не размотаем, да? Засранец. Убьёт нам гномика. Гномику смысла нет уходить в защиту. Блин. Лучше бы герой походил. Ну герой, 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 герой. Нет, зараза. Гномик. 123. Зелья же нет. Ну, как не было, так и нет. Блин, далеко тут идти. А что делать надо? Так, это дрянь еще. Я про нее совсем забыл. Ну, мы же можем наш проверенный метод применить. Подсюда. Дуэль. Чпок тебя. Чпок тебя. Так, ну ладно. Ух ты, ну давай. Ты что, не знаешь, что вор у нас тут мега крутой и толстый? Как ты вообще пытаешься ему что-то навредить? Вот что-что. Хотя бы в ворах у нас преимущество есть по сравнению с другими. Ну и на том спасибо. Хоть какое-то должно быть у нас преимущество, е-мое. Эй, ну ты паразит, конечно. Не там весь улынок у меня уже забрали. Так, ну ехай. А что тебе остается? Ехай, ехай. Тут надо будет до конца все зачистить тогда. Балагур. Орк. Может быть тогда вот таким путем пойдем здесь посмотрим. Тут, 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 тут. И потом где-то третий, наверное, здесь будет. Третья и последняя цель. Так, давай-ка, пройди сюда чуть дальше. Посмотри, тут что, как вообще. Я слышу. Да. Угу. Угу. Я видел это собственными глазами. Бетризен вырвался из горной темницы, где его держали вот уже 10 лет. Руническая печать была преломлена. Ваш сын Гиммлер погиб в попытке помешать ему, как храбрый воин. Ужас-то какой. Так, кто у нас тут? Варьё? Это я могу. На дуэль его. Шикарно нарезает. Короче, вор тут удержит ситуацию. Так, нам бы лучше вот в этот замок зайти. Так, 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 так. Уж ли они... Нападут ли они на нас, как вы думаете? Ну, в замке, мне кажется, что они нападут. Посмотрим. Они, наверное, на этот замок поедут. Его забирать. И этому мы вряд ли можем помешать. Но можем вызвать птицу мух. Чтоб они потеряли ходы. Птица мух. Вот её сюда поставим прям. И они на ней ходы свои потеряют. Так, ну сейчас вот ответственный момент в жизни общества. Смотрим. Или он, скорее всего, развернётся. Разворачивается, засранец. Оставил вора и свалил. Он определённо шёл на нашего героя, я уверен. Потому что герой-то тогда имел одного трупа в багажнике. Из армии. И он вполне мог подумать, что потянет нас. Так, дружок. Ну давай, на разведочку тут всё нам посмотри. А это чё? Магнерик. Он вполне, наверное, хочет нам присоединиться. Этот самый Магнерик. Чё, попробовать же зловика нанять? А, денег у нас не хватает. А так можно было бы. От мана жизни нам идёт. Нахрен она нам нужна, да? Лучше бы там стояло золото или ещё чё. Вот сюда нам ещё зловик во-первых нужен. Ладно. Купим деньгу. Ммм, уже исцелил он её, да? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, какой случай, друзья. Главное всё не профукать. Вора. Шпион. Так, ага. Ага. Берсеркер. Мне бы, конечно, главного взять. Хотя, не знаю, честно говоря. Можем, наверное, и второстепенного попробовать. Хотя мы, конечно, сейчас потеряем здоровье на второстепенном. И главный попытается нас атаковать. Мы не должны много здоровья потерять на второстепенном. В принципе. Если чё, полечимся ещё, а? Схлянки есть, поэтому я думаю, да. Так, ну вот это кульминационный момент в жизни общества. А мы, наверное, ещё птицу мух призовём. Слушайте, она нам хватает ходов на всех. Поэтому, в принципе, сейчас попытаемся в один ход взять обоих его героев. Вот это будет круто, я считаю. Так. Так, надо его бить. А то он нам много неприятностей принесёт. Много-много непокою принесёт она с собой. О, даже так? 44. Ну что, ты доходишь? Доходит. Вроде там мечик нарисован. Так. Ну а теперь главное не прощёлкать свою удачу. Так. Закинем сюда. Не закинем сюда, однозначно. Однозначно она. Так, теперь давайте ещё одного вору. Может, героя вызвать на поединок? Почему бы нет? Мы вызовем героя на дуэль. 48 бьёт. А мы 40. Ну и прощай. Хорошо нарезали. Прямо от души. Теперь мы... Ледяной столб тебе. Так. Что у нас ещё? 400, да? Ну что, ледяной щит. Ещё чё-нибудь можем выучить. Чё у нас тут из первого уровня есть? Буран. Вхождение по лесу. Сила Витара. Ну, с силой я не уверен. А вот Буран, наверное, подойдёт. Буран подойдёт. Всю ману потратили. На тебя. Так, он будет бежать. Ну, с мёртвым героем далеко он не убежит, конечно же. Пыщ. Пыщ. Да, вот это мы его хорошо подготовили. От битвы. Отлично. Зелье ловкости. Один что. Так, ну с другой стороны мы упустили вот эту территорию. И у нас нет денег, чтобы остановить этого Мавризена. Зараза. Я занят. Так, занят он, видите ли. Да, да, да. Ну ладно, мы, в принципе... Очень неплохо потрудились здесь, я хочу сказать. Шпион. Не успела воткнуть, да? Не успела воткнуть, бедолаги. Ну, с кем не бывает? С кем не бывает такого? Подумаешь. Не стоит отчаиваться. Повезёт в следующей жизни. Прикольная вещь эта дуэль. Почему я раньше не использовал воров, чтобы останавливать... Жезловиков. Это я могу. Ну не против всех, конечно. Допустим, против человека не пройдёт такое. Потому что она лечит 40, а воры бьют. Ну, только гноми вор бьют 40, а другие 30. Но он чуть-чуть больше 40, то есть теоретически можно заколупать... Архангела, но это пипец как долго будет. Так. И вот наш главный герой, да? Заявляет о себе. Красавчик вообще. Полностью здоров и полон сил. Наверное, сходим сюда. Раз мы уже здесь. Балагура возьмём. То-си-боси здесь вот этого гномика возьмём нам на службу, скорее всего. Убьём Балагура. Ну, в общем, здесь всё почистим и поедем отсюда. Так, я вот вижу ещё одну цель. Ну, где же ещё одна? Может, здесь? Лесните-ка мне, Эля. Ух ты. Неплохо. С Элем-то, конечно, ты передумал. Неплохо, неплохо. Так. Подождите. Так, не, а мы убьём вражеского вора. Нафиг он нам тут нужен? Наверное, надо было брать правителя. Хотя, смысл. Мы с такими, как бы, возможностями у воров-гномик справляемся неплохо. Короче, нераскрытый потенциал, оказывается, у гномик-воров есть. А, вот, отлично. Спрингфилд. В смысле, а тут что, не пройдёшь, что ли? А, не пройдёшь, потому что здесь берсеркер. Ну, берсеркера мы не потянем. Если его предварительно магией не обработать, конечно. Денег вообще нет. Ни копейки. Нанял таких героев, сволочь. О, откуда у него второй уровень, а? Третий уровень. А-а-а. Батюшки. О-о-о, ещё один, да, посмотри. Не успеваю их убивать. Как они плодятся. Пар пустяков. А здесь гоблин-лучник, кстати, предводитель отряда. А? Но его, наверное, смысла на дуэль вызывать я не вижу. Так, 200 у нас, да? Да, да, говорит, 200. Я занят. Может, догнать и убить одержимого мы? А мы убьём одержимого, в принципе. Это я могу. Почему бы и нет? А-а-а, тут дуэль невозможная. Ну, тогда... Чуть только его траванём. Хотя оно это бессмысленно. Мы же его до смерти не затравим. Я слышал. Я занят. Ну, я нагляну, что на рынке у нас. Осталось ли там что-нибудь после проклятых? Или они там всё позабирали? Так, нам надо шпионов. Король Морок, у нас две вести для вас. Мы обыскали все заколки, чтобы найти свидетели смерти вашего сына Гимнера. Тут дело не чисто. Что? Что вы разузнали? Мы знаем, что Гимнер не распечатывал врата, и Бетрезен снова явился в этот мир. Гимнеру всё-таки удалось воспользоваться рунами, и он запечатал врата, несмотря на нападение. Не только полчища Бетрезена, но и приспечников самой Мортис. Мортис, она слово объявила нам войну. Ей мало смерти нашего короля Струмира 10 лет назад. Мертвяки не замечали нашего войска, пока врата Бетрезеновой темницы были открыты. Они даже набросились на полчища проклятых. Это была битва между силами зла. И мой бедный Гимнер оказался между молотом и наковальней. Подождите, но ведь если Гимнер смог выполнить рунический обряд, почему же тогда Бетрезен смог бежать? Мне нужно спросить моих собратьев, всё ли было сделано правильно. Так. Заслать шпиона. И давайте валить отсюда тогда. Рынок смотреть сейчас некогда. Так, дуэль. А, тут обычный гоблин является начальником отрядов. Как может гоблин командовать надорком? Что за бред? Так, отравить 80% вероятность шикарно. Будем убивать, значит, сам. Ой, а чё ж я их не переставил-то, а? Дурында. Это не есть хорошо. Да надоел ты со своей пукалкой уже. Ёлки-палки. Да что такое? Ладно. Так, 400 очков у нас, друзья. Это значит, мы берём старейшину. Погнали втыкать. Погнали втыкать. Вытыкать. Я слышал. И вытыкать. Так, 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 так. Да. На разведку. Йента у нас балагур, да? Угу. Он сейчас, наверное, среагирует на вора своим героям. Блин, а вот его тоже надо ловить. Попытаемся, в общем, сейчас проклятых тоже здесь оградить, но вряд ли это получится. Мы еле ходим, и вообще, в общем, проблемы сплошные. А куда он двинул, я не пойму, жезловиком своим. Он же не сможет ничего никуда воткнуть. Опять у него два героя. Этот первый уровень, ну вот этот, конечно, крутой маг. Маг крутой. Мы тут не пройдём, да? Ну что, бьём ему героя? Это я могу. Можешь, говоришь? Ну давай попробуем. Он будет сопротивляться. Не зря. Ха-ха-ха. Вор, да он вообще бесподобен. Чё случилось? Куда он пошёл? Король ворок, поспешите сюда. Мы вернулись, и новости, которые мы несем, не из лучших. Мой лорд, полчища проклятых снова в Невендаре. Мы наткнулись на нашего сына к югу отсюда. Он лежит мёртвым среди пламени и раскалённых камней. В его руках была зажата вот эта руна. Руна освобождения. Скадзи одна штука. Сын мой, Гиммлер. Он лежит бездыханным. Я бы не посылал его в дорогу, если б знал. Как? Как случилось это несчастье? Значит, Гиммлер не выполнил моего наказа. С помощью этой руны Битрисен должен был быть заточён в своей горной темнице. Но вечно обследуйте этот край и узнайте, что там задевается. Я боюсь. Так, и свалил в закат. Я думал, он будет на нашей стороне. Так. Так вот. Блин, у меня ход отняли этим скриптом. Я бы ещё этого героя бы тоже убил. У меня тут воры вообще творят. Просто, блин. Давай на разведку, наверное. Не знаю. Здесь ты мне пока не нужен. Кольцо на продажу мы нашли. Так, ну ладно. Если мы здесь оказались, давайте прорываться сюда. Надеюсь, у нас не будут подготавливать заклинаниями, а потом брать. Очень бы не хотелось. Так, ну вот этого товарища я не понимаю. Что он хочет нам сказать своим здесь появлением. Давайте глянем тогда, что на рынке. Полный порядок! Полный вперёд! Ставь бабло. Потом пойдёшь сюда. Посмотри, каждый ход что-то там покупает, а засранец. Так, а чё он там прям остановился, как вкопанный? На месте стал и не двигается, а? Зачем он так делает, вы не знаете? Короче, это тут мы по лесу идём, поэтому такие штрафы, да, судя по всему. Так, что тут у нас осталось? Сапоги на 40% увеличивают скорость движения героя. Офигеть. Ну попробуй. Вау, 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 вау. Срочно неси их в столицу. Да! Сапожки крутые. Так, убиваем сейчас ещё здесь героя. Кто-то вы обрадуетесь. Офигеть. Ну я не знаю, можно ли назвать это панацеей. Ну конечно, гноми-воры это нечто с чем-то. И этого нарезали. Ха-ха, а этого сейчас торванём. А? Как вам нравится, сэр? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пар пустяков. Так. Да, давай, сюда. Да! Валный порядок! Они без героя сейчас, да, еле ходят вообще. Я слышу. А, к сожалению, не доходим. Ну ничего, завтра дойдём, значит. Завтра дойдём. Ну, да, сейчас мы не в состоянии кого-то вызывать на дуэль, к сожалению. А чё у тебя тут такое находится, я не понял. Священная рума гномов, вырезанная на камня. Почему она у тебя находится, я не могу понять. Чё за бред? Как у вора оказалась священная рума гномов? Это я могу. Отравляем. Пар пустяков. Вперёд. У тебя ничего нету на кармане? Да. А то воры они такие. Так, неси, неси, неси. Вот сюда положим это дело. Ну и дальше пойдём посмотрим, чё тут ещё можем найти интересного. Да. Я слышу. Да, я занят. Так. Отлично. Я слышу. Все походили, да? С ворами не так плохо всё получается. Да задрал. Ну мы ж регеним, в принципе. Так, вражеский вор тут конкуренцию нам создаёт. Нам такое сто лет не надо. Так, колдун, берсеркер и берсеркер. Мы чуть-чуть покоцаны, но это, в принципе, фигня. Да. Давайте травить его, друзья. Это просто великолепно. Так, поманим. Тридцаточку ему сейчас мажем. Если ещё пятнадцать. Ну тут главное колдуна не убить. Давайте мы лучше на себя наложим ледяной щит. И что ещё мы можем сделать? Исцеление. Ну давайте исцеление. Хотя нет, лучше всё-таки, наверное, силу выучить. Выучим силу Витара. Надо будет в столицу заехать за сапожками. Хотя мы их, правда, пока носить не можем. Но тем не менее. Так, собирается бежать. Посмотрим, как это тебе удастся. Если никто не промажет из нас. То, пожалуй, что и не удастся. Отлично. Это было красиво. Так, конкурент у нас тут. А ну иди сюда. Иди сюда. Вызываю тебя на дуэль. Полетела перчатка в лицо. Вы проиграли дуэль, месье. Извольте сдохнуть. Ух ты. Эликсирчик. Хорошая вещь. Ой, зачем я на него? Ну ладно, отравим. Раз я уж на него. Вот эту палку дёргай. Чё там ещё? Сейчас мы этих проклятых тут зажмём как следует. Я надеюсь. Нет, сейчас, наверное, нападёт на нас героем, да? Кого он там создал в замке? Ну, конечно. А, не долетел. Обломчик, дядя. Обломчик. Так, теперь нам что надо? Вот этого товарища убивать. Не доходим. Это плохо. Так, как ты себя чувствуешь? Кстати, дружок. Скинь эту штуку нафиг. Чё она у тебя делает? Как ты себя чувствуешь на 112? Наверное, ты должен затащить этого вора. Мне тут мешается. Дуэль. Хотя нет, отравим, а потом дуэль. Вот. Вот так вот я придумал. Умничка. Вообще нет слов, как ты мне помогаешь. Просто по красоте. Так, сюда пойдёшь. Мы должны убить этого придурка. Сектант, одержимый, одержимый. Ну чё, жахнем в них, наверное. Ледяным столбом. Ну и... Не знаю, что ещё тут можно... Ну и щит на себя, да? Хотя они, скорее всего, будут убегать, но неважно. Погнали. Так, да, они будут убегать. Ай-яй-яй. Убежит же, сволочь. Ну чё, без... С мёртвым героем он далеко не убежит. Догоним. Так, 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 так. Я бы этого героя бы тоже тогда убил бы. Чтоб он тут много о себе не думал. Так, давай. Продолжаем воровать тогда, наверное. Да ёлы-палы, чё я на этого натыкаюсь вечно? Я в магазин хочу. А натыкаюсь на этого дурачка. Что там ещё? Втыкай, пока не началось. Как он... Неудачно стал. Ладно, воткнём тогда пока на деньги. Птицу-мух, может быть. Попробуем его защитить птицей-мух. Если поможет. Скорее всего, не поможет. Здорово мы ману потратили, конечно. Чё, не решается? О, господи. О, господи. Так, а то собаку мы, может, и того? Как вы думаете, друзья? Может, собака-то того? А, нет. У нас, конечно, заклинаниями пожахал. А так бы, может, мы её и смогли бы взять даже. Тварь. Ну ладно. Бабки мы у них поставили, и то хорошо. Триста. Так, чё это у нас тут? О, пыщ, зомби-зомби. Ну так себе. Так себе, скажем. Так, чё, догоним героя? Пока он тут не повоскрешал всё на свете. Нафиг нам такое счастье надо? Не надо нам такого счастья. Ммм, как же далеко в обход идти-то, а? А их останавливать как-то надо. Как-то надо. У нас 1300, в принципе. Если улучшить и двух гномов сюда нанять. Рискнёт он или нет, как вы думаете? Я занят пар пустяков. Я занят пар пустяков. Так. Чё тут такого интересного ещё есть? Воскрешалки. Ммм, повесили гномика. У него там на 50%. Я слышу. Я занят. За щитой зелечка лежит. Ну, посмотрим, осмелится он или нет на замок напасть. Конечно, я думаю, осмелится. Нет, пошёл на вора. Ну и дурак. Что я тебе хочу сказать? Сейчас вор тебе покажет, куськину мать. Ух ты. Мана Ада здесь у нас. Что же это? Смотрите, мёртвый стоит из своих могил. Это колдовство, господин. Колдовство. Где мёртвые? Где могилы? Элевил. Ну, аллегория Ивил, да, получается? Иди сюда, дурачик. На дуэль. Чпок тебя. Да, 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 да. Чпок тебя. Видал, что может? Опытный, красивый вор. Это я могу. И ещё травануть. Знай наших. Именно. Так. Балагура берём? Конечно, берём. Чё б не взять балагура. Да, без воров я бы вообще тут не сдюжил. Но воры мне помогают просто по красоте. Ну, туда дальше, конечно, по сюжету они не смогут это делать. Там уже будут такие герои, что их гноми и воры не возьмут. Так. Ну что, наверное, раз мы здесь возьмём и эти руины тоже. Потом будем посмотреть. Так, всё, все походили. Ха-ха-ха. Бежит с позором. Ещё одного героя. Вот же денег, а, у него, а. Правда, что как у дураков-фантиков. Оккультист. Он вызывает зомбаков, по-моему. Это плохо. Но он стоит впереди, так что. Два сектанта. Фигня. Вызовем вора на дуэль. Короче, одним вором тут всю его армию разогнали. Так, ну я боюсь, он сейчас этим героем может на вора напасть. А мы ему птицу мух подсунем. Будет знать. Так, о, мы уже доходим. Неплохо. Ну, банку надо кинуть. Тем более, что здесь упырь, зомби. Как бы всё, не слабо. Наверное, щит ещё поставим. Да и силу давайте, почему нет. Ну, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это, конечно, противная тема. Параличи-то очень противно. Правда, он бьёт всего по 30, но всё-таки. Ой-ёй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, у нас бронька, хотя она если сквозь броньку может пробить столько. Ну, хотя нет, 20 всё-таки. Не пробьёт. Отлично, взяли. Вторая руна. Спрингфросты хранили руну власти. Аура её некогда использовали в волшебных обрядах, чтобы охранить силу кланов. Руна здесь, её поместили в ковчег. Инженер, немедленно отнести её в столицу. Вот Морок обрадуется. Отлично. Мы наблюдали за вами. Сам вот он послал нас. И он не забывает добра и ждёт дня, когда горцы вновь обретут его дары. Ещё одна руна находится на севере отсюда, рядом с главным городом кланов. О, полечила нас? Ну, спасибо, чё. Халявное лечение, почему бы и нет. Давайте-ка вот тут мёртвых задницу надерём. Так, нам нужен жезловик. Кстати, жезловик может сапожки, наверное, передать главному герою заодно. Раз он в эту сторону идёт. И вот эту штучку тоже. Убивать! Накипать! Не уйдёшь! Врёшь, не уйдёшь. Так, здесь у нас более-менее под контролем всё. Надо ещё ману у него забрать, и вообще будет шикарно всё. Но денег, конечно, у него дуром. Это мне не нравится. Так, 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 так. Что там ещё? Ну ладно. Не будем терять время. Я слышу! Заклады! Да ты чё, смеёшься, что ли, надо мной? Погнали на мёртвых. А так? Да! Хе-хе-хе. Так, ну ты ж не отравить ничего их не можешь. Ты можешь, наверное, просто здесь подождать. И потом наверх пойдём. Я занят! Я занят! Так, да, ты занят. Я занят! А ты? А ты? Я бы предложил затравить их до смерти. Не знаю, получится, нет? А, всё, да? Что это? Важный порядок! Угу. В принципе, мы можем нанять второго героя, хочу сказать, друзья. Давайте попробуем мага взять. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Денег у нас море. 31 по красоте. Сбежал. Гад. Ну ничего, далеко не убежит. Я занят! Что я слышу? Нормуль. Сейчас мы отсюда ещё жезловика наймём. Чё ты тут делаешь, а? Куда? Куда? Сейчас я вам тут всем покажу, кузькину мать. Разумеется. Заватана! Заватана! Я занят! Ммм, не доходит, а? Зараза. Мух. Жезловик. Жезловик. Тыкай. Красавчик. Так, ой, тут гном немножко того. Кстати, подождите. Жезловик. Да! Скинь. Будь добр. Хорошие цацки. Разумеется. Заватана. Заватана. Так, оккультист, сектант, сектант. Да, я думаю, так справимся. Замбак. Замбак это всё фигня. Убиваем оккультиста и не будет никакого замбака. Так, ты стреляешь в 44. Ну, в принципе, должен выбить. А, в принципе, должен. Ни хрена он не выбивает. Ладно. Как говорится, лучше синиться в руках. Это ерунда. Ну, теперь выбил. Так, чё интересное, может, дадите? Артефакт какой-нибудь. 265 золота. Драгоценность. Что за народ здесь жил? Здание очень древнее. Прекрасные кладки. Еретики уничтожили во время своих оргий западное крыло палат, сэр. Посмотрите, на полу вырезаны рунические знаки. Мы должны отыскать руны, пока они не открывались, непосвященным. Эти каракули здесь лишь для отвода глаз. Слава Ватану! Скорее в путь. Время не ждет. Посмотрите. Подождите, посмотрите, сэр. Мы отыскали здесь среди развалин книгу огня. Неплохая книга, кстати. А, здесь можно пройти. Как неожиданно. В принципе, что? Вот эту штуку осмотреть надо и... Не, ну работа, конечно, еще не початый край. Плохо, что мы еле ходим, конечно. Так-то мы уже скоро героям уровень получим. Уууу, совсем скоро. И это будет максимальный уровень. Вытолщила жезл, тварь. Я тебе сейчас как покажу, как чужие жезлы вытаскивать. Сектант. Как вы смеете мешать нашим опытам невежественные гномы? Проваливайте или я созву сюда всех моих друзей из окрестных могил? Созывай, конечно. Созывай, созывай. Умничка, а? Какой ты молоток. Ха-хэй! Так-то он так-то. Вот тут же, казалось, на ком мы не можем поиметь проблем, так нет, поимели же ж. Мак Гондор. Добро пожаловать, гномы! Что-то в последнее время у меня стало бывать много необычных гостей. В поисках сокровищ они роятся в развалинах, оставшиеся от великих войн. Повсюду незваные гости, так что постерегитесь. Возьмите это в награду. Сфера восстановления. Нафиг она бы нам нужна? Так, сила. Да, блуждающий огонек, адские муки, все берем. Деньги есть, и мана, кстати, такая есть. Ну, манада еще мало, но она идет, идет. Разбойник, головорец, зараза. Неприятно. Так, давай, да. Так, иди сюда. Сейчас мы тебя наваляем. Да, еще как. Жезловик. В путь. Так, ну тут вряд ли, наверное, что-то будет, да? Так, все-таки я хочу вот сюда на разведку сходить. Так, ну че ты тут свалил в закат. Сейчас мы тебе устроим, дружок. Я занят. Да? Что там еще? На всякий случай. Правда, мы уже доросли и до этой маны, что прикольно, конечно. Так. Ух ты. Так, че у нас тут на ману жизни есть? Сила только. Бурждающий огонек и адские муки. Крепость доспехов. Уперед! Да, гномик бедный страдает. Адские муки, действительно. Красавчик! 75, уважаю. Молодцы. 84. Опа. Отлично. Че здесь, а? От огня. А че нам огня бояться надо? Да, да. Полный порядок. Полный вперед. Давайте зелье подкупим, герой отдадим. Ну, вроде как-то так. Да, тяжело играть гномами. Еще и в процессе. В процессе логистики тоже. Ой. Моего воришку убьют, да? Да, воришку убьют. Ну, че, мы все равно накажем этого. Жезловика этого. Не уйдет он от возмездия. Куда? Куда ты тут все втыкаешь подряд? Нет. Так. Че ты тут думаешь, мы не наймем защитника в городе? Ошибаешься. Наймем. Денег нет. Может, и не ошибается. Так, а у нас же здесь есть... Не доходит он. Ну, ладно, посидим здесь. Полный порядок. Полный вперед. Так. Доходит? Доходит. Сейчас мы тебя вмажем твоей же магией. Блуждающий огонек. На. Так. Ледяной столб. На. Ну, а на себя силу, значит, ца. И вперед. Убивать. Ой, тут второй уровень. Ну, ничего. Должны. Отлично. Правда, эта тварь убежала, но ничего. Догоним ее. Я слышу. И перегоним. Эликсир жизни. Хорошо. Так. Ой, тут вообще жестковато. Несколько жестковато здесь, я хочу сказать. Ну, надо брать. А че делать? Вот опять-таки, опыта будут ни хрена, а... Проблем до хрена. Проблем до хрена. Ну, лады. Заклады. Заклады. Мяк-мяк. Ммм. Так, лучники прокачаны. Но у них по 40 осталось нормально. Так. 61. Шикарно. Одного лучника убьем, одного оставим, наверное, да? И здесь вдвоем убиваем этого придурка. Угу. Хорошо. Пока план работает. Лучник. Ну и все. О, герой получил максимальный уровень. И это радует. Головорез. Че он тут один? Ну, просто сбросим, наверное, здесь это дело. И поедем на разведку. Вот сюда. Так, ну здесь мы ждем. Здесь мы свое отвоевали. Поэтому переход хода у нас. Так, сейчас она удерет столицу, конечно же, да? Ну, еще бы. Полечилась, подлечилась. И удирает. Так, лидерство, разумеется, мы берем. Конечно же, лидерство. Убьем их. Убьем! Глядя. А-а-а! Гномик-то у нас тут покоцаны. Это плохо. Не предусмотрел я такое. Ну, ладно, так и быть. Так, как ты тут себя чувствуешь? Один головорез. Блин. Спрячем его, что ли? Закладывай! Так. А мы вернемся. Так, ну ты сиди, наверное. Да? Так. Продолжим погоню нашу, наверное, за этим товарищем, который нам совсем не товарищ. Так, в принципе, наверное, что, друзья, мы будем делать? Максимальный уровень героя мы получили, поэтому я проверю руины. Руины. И будем мотать отсюда. Ну, теоретически, в углу от нас могли что-то спрятать? Даже не знаю. Может посмотреть, правда? Вот тут, может, что-то есть. Погнали глянем. Но мне кажется, что нет. Так, смоталось. Так тебе и надо. Я слышал. Ну, действительно, наверное, вот эти руины проверяем. Ну, можно вот этот сундук еще взять. Вот этот. В замок, наверное, смысла нет идти. Ну, хотя... И все. А вот этот... Ну, ладно. Поехали тогда. Вот. В первую очередь сюда. В первую очередь сюда. Этого зомбака смысла нет? Убивать. Ты. Зачем мне ты нужен, да? Вопрос хороший. Ну, сюда. Глянешь, что здесь. Во славу, скорейший! Что, не даст мне все-таки воткнуть? Куда она полетела? Даст. Куда же она денется? На разведочку. Втыкаем таки. Подождите. А, нет. Ну, все правильно. Все. Лишили проклятых всего. Но у него все равно. Денег, конечно, как в дураков-фантиков. Так, практически исцелился. Сейчас по дорожке он там неплохо пройдет, я надеюсь. Ну и все, пожалуй. Думаю, что да. Ну, понятно, он сейчас моего же зловика убьет. Как бы хрен с ним. Так. Ага, сундучок. Ну, надо убивать. Нам может быть что-нибудь очень интересное. Да, да нельзя. Молодец. Так, не хотелось бы гномика потерять. Ну, тут от инициативы все зависит. Вот, привет. Так, ну, глянем, что у нас здесь. Потом попытаемся туда пройти. Хотя балагура просто так не возьмешь. Ух ты, по дороге как бежит. На крыльях ветер просто. Полный вперед. А здесь ничего нет, видите. Ловить тут нечего. Ну, мы сюда, соответственно, и не пойдем. Придется, наверное, балагура поколдовать, чтобы взять. Ну, ладно, ладно, убиваю же, козлина. Все равно я сделал все, что хотел. Так. Я слышу. Полный порядок. Полный порядок. Ну, ерунда. Тут, видите, призыв. Так, ну, тут балагура, конечно, как его убить. Сила. О, сейчас мы ему броньку снимем. Смотрите, какая прелесть. Адские муки. Блуждающий огонек. Так, на себя щит. На себя еще, наверное, мощь Витара. Буран. И ледяной столб. Ну, должны и взять, мне кажется. Броньку полностью сняли. Прикольно. Шикарно. Даже никого не потеряли. Так, что у нас тут? Посмотрим. Статуя кланов. Может, что-то даст. Может, ну, не зря. Все это делали. Все это делали. Так. Птицу-мух призовем. Почему мне не нравится этот жезловик? Вдруг он дотянется. До куда-нибудь. Второй уровень. Как вы уровни получаете, ни с кем не теряясь, а? Вот и я не знаю. Понанимал, а толку нет. Толку нет. Так. Полный вперед. Давай, упифай. Так, ну, глянь, что за статуя. Может, сюда что-то надо принести, я даже не знаю. Талисман Сквайра, тоже на продажу. А вот у нас есть какая-то руна непонятная. Вот это вот. Руна освобождения Скади. Может, ее туда как-нибудь приложить? Так. Попробуем. Сейчас мы ее тут скинем. И попробуем. Может, что и полуть. Ну, нам могут дать просто героя и все. Как бы, не думают, что это будет что-то такое серьезное. Что-то там у нас поснимало. Зачем, а? Гад. Гад, гадский. Надо, наверное, мореплавание выучить. Где у нас мореплавание? За 200. Колдуем на него. А, ну нет. На следующий ход. Сейчас пока не надо. Заватана. Так, да, завай. Убиваем. Легко и непринужденно. Хорошо, хоть орки теперь для нас не проблема. Не на том, спасибо, как говорится. Ага. Просто кольцо. Ладно. Не хочу с ними связываться. Он что, крутой, что ли, какой тут перец? Или что, я не понял. Что он зомбака завалил. А ну. Да нет, никакой ты не крутой. А вора мы сюда не посылали. Это жаль. Че, мы никуда подойти не можем? Ладно. Во. Колдуем мореплавание. Тем более, что оно очень дешево стоит. Опа. И сразу как можем втарить. Я слышу. Да. Да. Самота. Порядок. Да, там проклятые отжимают ресурсы. Ну, че-то мне уже не кайф с ними связываться. Так. Орк. Гоблин. Давайте силу. И блуждающий огонек. Магию рун не кайф тратить. Сафатана. Сафатана. 35. 38. Красиво. Ну, не-не-не. Он не должен умереть. Но, опять-таки, все от инициативы зависит. Ха-ха. Зараза. Надеюсь, больше нам не придется драться. Да, е-мое. Сожгите его уже. Вот так вот. Так. Так. Забираем этот ключ. И будем посмотреть. Так. Ну, не знаю я, кто здесь. На свой страх и риск. Да. Давайте проньку поставим все-таки. В принципе, и силу, наверное, тоже можно. Погнали. А, ну, ничего такого, с чем бы мы не справились. 72. Однако. По красоте. Чпок. И чпок. 100 золота, ледяной и так. Видно, здесь никогда не было города, сеньор. Так, небольшой крепительный пункт, которыми империя пользовалась время от времени, а ныне забросили. Да, кажется, гоблинам последующийся в развалинах, все это оказалось ничему. Так, балагур. Бьем балагура. Что там еще? Не знаю, ты мне нафиг не нужен. Да? Валу старейшин. Мне не терпится вот это использовать, конечно. Ключ проверить, как это сработает. Остальное все вообще уже неинтересно. Пусть он тут что хочет делает, этот проклятый. Не хочу на него даже время тратить. Заклады! Мам-мам-мам! 73. Да что такое, читер? Два раза подряд ходит тут почти, а? Какую-нибудь шляпу охранял, никому не нужную наверняка. Так, мореплавание. Ну, давай, проверим нашу догадку. В смысле? А, это он не подобрал еще, елки-палки. Давай, друг, давай. Шевели бухами. Ну, как раз, я думаю, он дойдет, а мы вот тут возьмем эту штучку, эту штучку, замок, и потом последний заберем. Можно еще рыбу попытаться взять, но я не уверен. Так, а вот это уже, конечно, наверное, чересчур. Сейчас мы, наверное, вора наймем все-таки. Тут мне еще мана понадобится. А можно и не вора. Можно еще одного мага. Че ты тут себе позволяешь? Сфера исцеления все ерунда. Ммм, на просчет поставим. Неинтересно вообще. Так, ну, заходи в дом и сиди. Да, 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 да. Так. Мореплавание. Погнали. Как-то так. Ммм, нам... Монада нам перестала идти, да? Свинство. Во славу, старейший! Мореплавание. Тут немного воды, но неважно. Разумеется. Так, давай их гони. За ботаном! Гони их отсюда, поганых. Как ты себя чувствуешь? Все нормально у тебя. Заклады! Два орка. Ну, ладно. Лошара. Что-то я как-то себя по-тупому повел. Так же можно и гномика потерять. Блин, вообще что-то это... Жестко затупило в этой битве, короче, друзья. И был наказан, разумеется, за это. Бил по очереди, когда надо было на одном сосредоточиться, конечно. Тупость. Все потратил. То, что непосильным трудом нажито было. Ну, неважно. Мы уже близимся к финалу. Так что это все неважно. Не знаю, рыбу попробовать взять. Вдруг за нее какой-нибудь скрипт будет. Так, ну, в первую очередь, конечно же, надо город брать. Так, защита от магии огня. Так, не хочу думать на просчет. Что тут у нас? Орк, он что-то охраняет или... Просто тут тусит. Непонятный какой-то орк. Давайте его берем. Странно. Я думал, будет какая-то скриптовая сценка. Но он как-то странно здесь так одиноко стоял. Так, проверяем свою догадку. Она ни хрена не работает. Нифига этот ключ не делает, короче. Ну, нет, значит нет. Но всегда лучше проверить. Согласитесь. Так что рыбу мы сейчас тоже тогда проверим. И в принципе все. Карта будет идеально зачищена. Я считаю. Да пофиг. Ты что хочешь тут уже делай. Так, рыба, подь сюда. Так, ну мы знаем, кого тут в первую очередь убивать. Остальное все дела житейские. Ну ты какой. Все. Рыба тоже оказалась ни о чем. Так, сиди кайфуй. Тоже кайфуй. Тоже кайфуй. Все. Все кайфуем. Уберет наши города. Тут такой вообще крутой. Вы только подумайте. Так. Давай, что тебе там? Море плавание. Что-то она, по-моему, нифига не помогает, да? Не, она помогает. Ладно, все. Завтра, короче, значит. Берем последний форт. Не думаю, что там что-то сильное, кстати. Хотя, как знать. И вот этот день настал. Так, что у нас тут есть? Сила. Есть. Ума не надо. Так, щит. Сила Витара. Мух. Буран. Море плавание. Ледяный столб. Исцеление. Как ты себя чувствуешь? А мы полностью здоровы. Так, по банкам. Защита. Защита. Сила. Точность. Инициатива. Блин, вот это хорошая банка. Я бы, наверное, с собой взял следующую игру. Не знаю, честно говоря. Что мы берем? Знамя. Артефакт. Сапоги. Книгу огня. Ну и, честно говоря, и банку бы эту взял на 50 бы, да. Огонь. Баночку я бы взял. Так что не будем ее тратить. Тем более, большого, думаю, смысла в этом нет. Тук-тук. Так, великан. Бьет 110. Ну и бей 110. А мы бьем 120. Хе-хе-хе. И бронька у нас 35. Хоп его. Хопа. Какая-то инициатива. 30? Ну ты лошара. Даже не походит. Все. Дело сделано. 100 золота. Посмотрите, это чудичи разбило в дребезги статую нашего ватана. Господин Тучигон, отнесите побыстрее руну Эмира в столицу. Руна очищения. Спрингфест, Крэгфелл и Скайман наконец-то наши. И руны, которые у них сохранились, снова в надежном месте. Я дам их на хранение владеющим знанием. Си-то они-то найдут уже им применение. И миссия успешно пройдена. Но король страдал, сраженный смертью Гимнера. Его труп был обезображен до неузнаваемости. Никто не знал, какая вероломная сила смогла погубить Гимнера. Ну, те, кто играл за проклятых, знают, какая сила. Ой, Талисман Сквайра тысячу стоит. Может, Талисман Сквайра оставить себе? Так, книжечка. Хорошая книжечка. Сапоги. Не, а это стоит 700, но её можно и продавать, и использовать. Поэтому лучше, конечно, я вот этот пузырёк оставлю. Так, знамя. И гноми наручи. В принципе, всё. И следующая наша миссия будет называться «Рука дружбы». Внутри империи зрел мятеж, и Димасфен вызвал о помощи горным кланам. Поддержка горцев была нужна Димасфену, чтобы расправиться с непокорной знатью, угрожавшей его власти. Морок согласился помочь и сам повёл своё войско к границам империи. Единственная дорога в империю проходила через дьявольские горы. Не по себе становилась воином Морока при мысли о переходе через столь опасные земли. Легенды повествовали о чертях и демонах, населявших эти места. И ни один народ не осмеливался селиться ближе, чем на пять лик от проклятого края. Владеющие знанием предупредили Морока о существовании проклятой горы, но Морок, веривший своим сердцем воина, что острому мечу не страшен никакой враг, только посмеялся над их страхами и повёл войско на помощь империи. Цель – захватить и три мятежные города империи. Демосфену пришлось бежать из своей столицы. Бунтовщик Юберл Делали захватил трон. Дворец заполонили его наглые приспешники. Мы благодарны вам за то, что Демосфен снова может рассчитывать на вашу дружбу и помощь. Да, мы заняли города Фрилан, крепость Хосера и дворец Калела, так что мятежнику Делали останется только сдаться. Огромное спасибо за помощь. Казалось, справедливость покинула пределы империи. Вместе мы смирим города, поднявшие мятеж против императорского правления. Ну, конечно, мы это всё сделаем. Через боли, слёзы и страдания. Но, тем не менее. Но в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ.